Всем привет! Друзья, сегодня покажу в этом видео, как я делю хосты. Пересаживаю их вот с этой вот высокой грядки. Почему буду пересаживать? Потому что избавляемся мы от этой клумбы и будем убирать ее полностью. Здесь будет газон, и клумбы будут в другом месте. Покажу, как я делю уже взрослые кусты хосты на крупные делянки. Не такая точечка, веточка худенькая, потому что мне она такая не нужна. Это хорошо подойдет для тех, кто на продажу делает. Это хорошая делянка. Я буду делить три куста, точнее я уже два разделила, поэтому вспомню, что нужно записать видео. И буду сейчас записывать видео о том, как я делю взрослые кусты. Лопата должна быть очень острая, это важно. Вот так выглядит куст, который мне нужно поделить. Дальше я ищу себе дорожки, которые я смогу поделить без ущерба для растений. Делаю я это не первый раз. Так вот, я вижу уже раз. И сейчас мы с вами на этом же примере и попробуем поделить. Вы посмотрите в деле, как видно вам. Вот посмотрите, да, вот она дорожка. И сейчас здесь мы будем, давайте, чтобы было удобнее, вот так это сделаем. Разверну я куст, потому что надо будет вот так. Так, вот она дорожка, слили и мешаются. Вот она дорожка, и по ней будем делить. Почему я так перевернула? Потому что лопата нужна мне здесь, чтобы на меня смотрела вогнутым углом. Ставлю где-то приблизительно на середину и нажимаю вот на эту часть лопаты. Поэтому если у вас такая вот лопата, это очень удобно. Такой будет своеобразный хруст. Нужно будет попробовать. Что-то тяжело идет, но пошла. Вот все три куста поделила достаточно быстро. Этот что-то, да. Вот, вот смотрите, вот она одна деляночка. Вот такой вот корешок остается. Если хотите, можете его чем-то обработать. Обработать, например, угольком. Я этого не делаю. Вот так вот такая вот засветочка получилась. Помещаю я тележку, куст, который я поделила. И посмотрите, здесь у меня есть делянки. А даже не делянки, это куст, который выкопан новый. Почему я их тоже выкопала? Они у меня росли около теплицы, потому что там теперь у меня клумба с циньями, с астрами. И эти хвосты были спилены не один раз триммером около теплицы. В этом году я сама лично их спилила. А потом, когда я подошла, увидела, что там выросли хвосты, я удивлюсь. Потому что, если честно, я уже забыла и даже не помню, чтобы они в прошлом году там росли. Вот, посмотрите. Ну, из-за того, что они маленькие очень, да, листики в траве высокой теряются. И получаются, да, такие вот ситуации. Так, осталось мне поделить еще этот куст на два, на две части. И можно, мне нужно 15 кустов. Вот поэтому я их делю, чтобы их рассадить в палисадник. Вот раз, вот два, вот три. А мы даже, может, на три поделим? Андрюш, на три поделим. Давайте на три поделим. Так, Андрей, там видно у меня, да? Еще одна деляночка, вот такая она получилась. Да, достаточно большая уже. Бывает такое, что, когда вы делите кусты хвосты, у вас могут, вы можете задеть вот это место, и одна веточка, один корешок у вас может отвалиться. Ничего страшного, нарастет. Так что лучше, да, аккуратненько все это делать. Вот еще такая деляночка получилась. Я продолжаю накладывать в тележку. И вот такая вот. Посмотрите, в принципе, достаточно крупные делянки. Только вот осталось теперь распределить. А у меня есть еще хвосты, которые я бы тоже хотела поставить, посадить в палисадник. Но она очень здоровая, я даже не знаю, как я ее буду делить.